Сегодня нас ждет кредит на выгодных условиях. К счастью, только лишь в виде пикселей. В алгебраическом плане задача будет весьма нетривиальна, так что внимательно читаем условия. В июле 2016 года взяли кредит 4,2 миллиона рублей. Каждый январь долг возрастает на R процентов. С февраля по июнь необходимо выплатить часть долга. В июле 2017, 2018 и 2019 годов долг остается равным 4,2 миллионов рублей. Суммы выплат 20 и 21 годов равны. Найдите R, если долг выплачен полностью и общие выплаты составили 6,1 миллиона рублей. Если кульминация вашей мыслительной деятельности позади, то мы можем обсуждать задачу. И первый момент, который я хотел бы до вас донести. Если в 2017, 2018, 2019 годах долг был такой же, как и в 2016, то получается, что наш заемщик платил по кредиту лишь проценты. И если R это процентная ставка, то то, сколько он платил ежегодно можно записать, как A, деленное на 100, это 1%, умноженное на R, на нашу процентную ставку. Если это понятно, то двигаемся дальше. В плане переменных. A это тело кредита, R это процентная ставка. Вместо привычного коэффициента K скорее нам пригодится величина R на 100, но пусть она называется L, чтобы не было путаницы. Давайте запишем наши выплаты. В 2017 году заемщик платит величину A на L, а в 2018 тоже A на L. Зато в 2019 году, ну вообще-то тоже A на L, потому что процентная ставка не менялась. В 2020-2021 годах мы не знаем выплаты, они были равными, пусть будут по X каждая. Возьмите паузу, попробуйте составить уравнение. Мои такие. Выплаты все составляют по условию задачи 6 миллионов и 100 тысяч рублей. Для нового уравнения посчитаем до трех. Раз, два, три. Вот с этого момента начинаются реальные выплаты. То есть банк начисляет проценты умножением на K, или L плюс 1 в нашем случае, а заемщик выплачивает X рублей. Потом опять проценты, выплата, и в итоге никто никому ничего не должен. Кроме меня, конечно же, я еще должен объяснить вам, как решить эту систему. Нет проблем, смотрите. Подставляем все известные нам числа. Затем во втором уравнении. Раскрываем скобки. У нас есть два уравнения, раз-два. Две неизвестные, L и X. Первое уравнение. Домножим на 10 и выразим 20X, ну просто как вариант. Второе уравнение. Раскрываем скобки, приводим подобные. Домножаем на 20. Зачем? Затем, чтобы легче было внедрять вот эти 20X. Они у нас есть выражение 20XL, а также в 40X. Вот сюда-то мы все и внедряем. Вы, конечно, спросите, зачем? Глобально? Не знаю. Но конкретно в этой задаче у нас получится одно уравнение с одной неизвестной. Вроде можно и порадоваться. Хороши дела. Квадратное уравнение. Восьмой класс. С другой стороны, вы кликните на паузу и попробуйте его решить без калькулятора. И, может быть, вы поймете, почему по яркости эта сцена отличается от следующей. Итак, три варианта на ваш выбор. Дискриминант. Преобразовать его не удается. 359 число простое. Второй вариант. Терема Виетта. Но корни здесь подобрать не удается, даже если мы понимаем, что L – это небольшое число от 0 до 0,5, скажем. Хорошо. А дальше, знаете, как в народных сказках остается третий вариант, последний – это группировка. Не очевидно, но возможно. 359L разбиваем на минус 21L плюс 380L. Удается вынести L из первых двух слагаемых, 38 из последних двух слагаемых. И получается общая скобочка 10L минус 1. Ну что ж, дальше дело техники. Произведение двух множителей равно нулю. Найдем два значения L. Отрицательное нам ни к чему, а вот положительное мы используем, чтобы найти процентную ставку R. Ее-то и просили в задаче. Таким образом, получим ответ – ура! 10%. Все, кто напрягал звелины по максимуму в этой непростой задаче – большие молодцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова